Примерно в 45 километрах от Каши находится пляж Патара. Это 12-километровый песчаный пляж, до которого можно доехать на маршрутном такси, который называется Далмуш, примерно минут за 50. Поскольку рядом находятся археологические памятники, а на самом пляже черепахи откладываются яйца, то вход платный и стоит 30 лир. Практически всегда на пляже дует достаточно сильный ветер, поэтому он отлично подходит для катания на видсерфинге, парапланеризме и так далее, а также из-за прекрасного вида здесь идеально делать красивые фотографии. Мы приехали на пляж Патару. Это очень длинные песчаные дюмы, недалеко от Каши. И здесь адский ветер. Я решил подняться на маленькую горку здесь. На маленькую горку я решил подняться. Вон там внизу Оксана с оливочкой, а я карабкаюсь вот на вот эту маленькую скалу. Кстати интересно, на горе, на мысе здесь ветер гораздо меньше, чем вот там внизу на пляже. Вот там на пляже сильный ветер. А тут я прям почти что комфортно могу разговаривать. Олежка, пригибайся. Мы с Оливией пришли в Патаре. В древний город. Здесь естественно в древнем городе есть древний театр, потому что раньше здесь было очень много греков. А греки очень любили театры. Они очень уважали театры. Вот мы сейчас стоим прямо на сцене, а вот это зрительный зал вокруг нас. Смотрите, мама пошла в этот зал, а вы сейчас сможете выступать здесь. Называется амфитеатр. Когда-то здесь были древние представления, а может быть здесь были еще и политические дебаты. Смотри, Оливия, наша мама поднимается вверх по лестнице. Как по стадиону. Знаешь, вот это упражнение вверх вниз по лестнице. Оливочка, улыбайся. Патаре раньше был портовый город, поэтому тут так много цивилизации. Откуда все убежали? Хотел всех снять, а все убежали. Что это такое здесь? Смотрите, какие точки. Как вы думаете, почему на этом камушке? Все в таких точках. Так, здесь какие-то камни античные. Написано, что здесь с 2008-2011 года происходит реставрация. Давай, заходите. Вау. Мне кажется, заходим в еще один театр, Оливичка. Смотри под ноги. Какой справа театр, Оливия, пойдем посмотрим. Иди с мамой налево, а я пойду справа. Вот такой театр здесь. Выглядит классно. Отличается от того, что мы видели в предыдущем театре. Тут как будто более камерный театр. Такая сцена поменьше и посадочных мест поменьше. Так, здесь у нас макет театра этого. У него даже когда-то раньше давно была крыша. Эхо здесь потрясающее. Сейчас я заберусь прямо на сцену. Ступенька, 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 ступенька и я на сцене. И я на сцене. Вот такой вид открывается с последнего ряда театра. И скорее всего все слышно отсюда. Они развалены. Вот там внизу сцена. Пойдем вниз по лесенке. В тех театрах очень крутые лестницы всегда. Тут припаркована старинная яхта. Античная. Вот такой интересный кораблик. Причем сделан он в основном из соломы. Судя по тому, что мы видим. Больше похоже на плод. С мачтой. Непонятно даже был ли тут парус когда-либо. Мама, куда надо идти? Такое интересное плавсредство. Так, мы зашли в какой-то колонный зал. Причем в конце этого зала вода. Маленький прудик. Понятно, там просто скапливается дождевая вода или это был такой античный бассейн. А может здесь были какие-то античные купели? Надо будет загуглить этот вопрос обязательно. Да, вон там античный гробик. А может быть это турецкая баня здесь была. Кто узнает, что здесь было вообще? Про греческие бани не слышал ничего. Нет, все-таки похоже, что это просто пруд набрало дождевой водой. Хотя непонятно. Сегодня суббота. И мы запланировали поход в гору по маленькому участку Аликийской тропы. Чтобы подняться до флага. Набор будет метров пятьсот, наверное. Хорошо. Вот наша команда. Мы собрали с собой. Все верно. Мы собрали с собой рюкзак. Положили в него пледик. И немножко еды. Чтобы устроить наверху пикник. А вот там вот. Вот туда вот наверх. Мы сейчас будем подниматься. Вот там вот левее чуть. Там вот на вершине флаг стоит. Вряд ли его отсюда видно, но он там. А вот там вот справа внизу наш домик. Там мы живем. Вот в этом зеленом домике мы живем. Вот в этом. Ликийская тропа протяженный маршрут в Турции, проходящей вдоль части средиземноморского побережья Древней Ликие. Около 540 километров длиной. Он соединяет Фетхия и Анталию. Тропа промаркирована красно-белой меткой. А прямо через Каш проходит небольшой участок этой тропы, по которому мы и отправились. Мы дошли до Ликийской тропы. Она очень неочевидная, но вот эта реальная тропинка, это и есть Ликийская тропа. А то привыкли все к таким проторенным трекингам. А тут прям... Осторожно, елки. Малышки. Серьезно, тропа. Как-то резко. Мы наверх пойдем. Мы ведем наверх, Оливия. Мы же с тобой походники горные. Мы же с тобой походники горные. У нас это любой карточек. Любой карточек. Мама, ты идешь? Иду. Папа. А? Папа. Я подожду. Папа. Да, Оливия. Там очень много здесь. Не, да не иди, Игорь. Малышки устроят. Папа, тут реальная дорога. Папа. И еще обовсюду тропа. Такая каючая. Папа. 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 Пойдем дальше. Пойдем дальше. Папа. Тебе интересно? Да. Папа. 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 Топинка заворачивает налево. И мы траверсом идем в другую сторону. Здесь, кстати, становится больше леса. Сосновых елок. И немножко прохладнее. Привет. Привет, Оливочка. Что снимает? Вот какой лес. Малыш едет напротив. Задевает ветки. Да? Я положу. Сыпались, сыпались и вниз вы летели. Поняла? Да. Прямо по этой тропинке к камню падали. Олимпийская тропа – это остаток древней Олимпийской цивилизации, которая подарила нам потрясающие виды и до сих пор сохранившиеся уникальные памятники архитектуры. Если решится отправиться по маршруту пешком, этот маршрут стоит заложить где-то около 20 дней. Ну, или можно отправиться, например, на машине и останавливаться в самых ключевых точках, интересных городах, уютных ухтах, в потрясающих пляжах и подниматься на потрясающие горы. Хайки тут замечательные. ь и плачок. Ж cadeе,ảo… мя… Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Спасибо Спасибо Дима Торзок Дима Торзок Спасибо Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима на горе на пикнике Ведь тут нам вышло стадо барашков или козлов Пойди разбери их Конечно это козлы Козлы говорят Вот это да Кот тоже удивлен Хотя не сильно Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Вообще Наликийская тропа Но тут вон бегают козлы Повсюду впереди В большом количестве Тут тут вон сломалась Какие-то деревья сломались О нет Может это другие бочки Дедушка с бабушкой Потом вон только была идея на козле Малюча, доела банан? Доедай банан Пока у тебя собака ее не съела Что это такое? Мы нашли в лесу грибницу Вот тут грибок растет Ты заходи сюда А мы выходим с ним еще Вот грибок растет Вот грибок растет Вот грибок растет Давай Похоже на старое великийское здание Может быть это был чей-то домик Не знаю что внутри Оооо Ничего себе Это огромное помещение Да Возможно это было Водохранилище древнее Давай посмотрим Там очень много места Там очень глубоко Мы шли по Ликийской тропе Поднялись от флага Прошли мимо каменного поля Мимо козлов И теперь мы добрались До местной деревушки Вот тут всякие люди живут Тут уже такая дорога Можно сказать Дачная Очень прикольно Люди живут в долине И каждый день смотрят Вот на эту красоту Мы конечно тоже смотрим Каждый день на красоту Но у нас другая красота А тут как бы просто люди живут в деревне И у них красота Вот наши тени А я в машерке А я в машерке А в машерке А в машерке Корректор субтитров Корректор субтитров